Спартакеада семейные старты в нашем крае стала доброй традицией. Эти соревнования уже 11-й год подряд собирают замещающие семьи со всего региона. О целях мероприятия, а также о том, в каких видах спорта соревновались участники, узнавала Юлия Анашкина. Неофициальный девиз Олимпийских игр «Главное не победа, а участие как нельзя лучше» подходит и для этих соревнований, где определяющим является не результат, а пропаганда семейных ценностей. Тем более, что проигравших здесь нет, ведь для каждой команды найдется своя номинация, в которой она станет лучшей. Замещающие семьи со всего края ежегодно участвуют в самом веселом спортивном мероприятии «Спартакеаде семейные старты». Для нас не главное, кто победил. У нас по номинациям все победители. Мал да удал, самый смелый, самый ловкий. Вот знаете, самое, конечно, главное – это то, что семьи встречаются друг с другом. Задача этого мероприятия – это распространение положительного опыта воспитания детей-сирот в замещающих семьях. В семье Коноваловых девять детей, из них семь приемные. Причем все, как один, неравнодушны к спорту. В «Спартакеаде» они участвуют второй раз, признаются. Впечатления самые положительные. Очень много полезного в таких вот соревнованиях, общения между собой, между семьей, между родителями вообще. И спасибо большое, что вот нас приглашает сюда, в наш центр. Прыжок в длину с места, метание баскетбольного мяча на дальность, перетягивание каната, дартс. Детям и их родителям удается попробовать свои силы в самых разных состязаниях и видах спорта. Впервые «Спартакеаде семейные старты» прошла в Красноярском крае в 2002 году. Она стала первым мероприятием для приемных семей в России, после чего опыт его проведения переняли и другие регионы. Результат превзошел все ожидания. За 11-летнюю историю «Спартакеады» в семейных стартах приняли участие свыше тысячи человек. Но главный итог проведения этих соревнований вовсе не спортивный. Если в 2002 году приемные дети воспитывались всего в четырех семьях края, то сегодня таких уже 888. Многодетные мамы признаются, иметь большую семью вовсе не сложно. Я думаю, что тяжести никакой нет с воспитанием, потому что я сама являюсь учителем. И они постоянно находятся при мне. В школу мы вместе, со школы вместе, уроки делаем вместе. Мама хорошая, добрая. Папа тоже хороший. Еще нравится, ну у нас коровы дома есть, нравится. Кролики дома тоже есть. Думаю, что мы не зря стараемся, потому что результат у нас налицо. И дети получают образование, выходят замуж, то есть они все востребованы в жизни. А это я считаю, что это наша самая большая благодарность и самая большая награда. Специалисты утверждают, подобные соревнования делают семьи дружнее, дают им возможность делиться опытом воспитания и, конечно же, укреплять здоровье. Кроме того, участники здесь демонстрируют не только физические навыки, но и творческие способности. Приносят семейные работы, которые были сделаны своими руками. Мы сделали спортсменов, и какие они места заняли, и показать вид спорта. С каждым годом эта спартакиада обретает все большую популярность. За 11 лет число участвующих в ней семей выросло в два раза. А это значит, счастливых и здоровых детей в мире стало больше. Смотри, плей, ом, будь в форме! Смотри, плей!